Это основы биржевой торговли, лекция номер 68. Я бы хотел сегодня сделать конкретно еще раз видео на тему того, как, блин, грамотно покупать эти долбанные рыночные позиции. Потому что, еще раз напомню, как я говорил в предыдущем видео, в анализе рынка, 24 человека написало одну мощную вещь, которая меня всколыхнула, пока я ехала в этой долбаной, засанной электричке. Михалыч, вот там я, Иван Иванович, вошел в Татнефт на полкапитала. Там Илья Мария Сергеевна вошла на весь капитал. Что делать? Давайте, господа, рассмотрим для начала, как не надо вот так вот прибутыляться в позициях. Смотрите. Во-первых, всем капиталом нельзя входить в какую-либо бумагу. Блин, если вы даже уверены, если даже какой-то инсайт, если что-то бумага выстрелит там на, не знаю, тысячу процентов, не надо всеми бабками входить. Вот в чем суть. Я лично себе позволяю войти в бумагу максимум до 15 процентов. Если я даже мега уверен в этой бумаге, как вот в некоторых бумагах на российском рынке, я был уверен, они выстрелили, надо было только подождать. Но я там сел до 15 процентов. До 15, внимание, до 15. Не более. Нельзя себе позволять такому соблазну осуществиться, жадности взять власть над вами. Ни в коем случае. Это всегда пагубно. До хрена примеров есть. Как люди, которые повелись на жадность, потом слили все бабки. Другой нюанс. Если вы набираете среднесрочную позицию в акции, в бумаге интересующей вас компании, допустим, Татнефть, к примеру, сразу обратите внимание на, допустим, дневной график и график недельный. Я ранее тоже по Татнефть делал теханализ, указывая то, что важные уровни поддержки это 550, но в случае пробития открывается путь на 530. В принципе, поводом для пробития была тема, связанная с Владимиром Путем на федеральном собрании, когда он сказал, что долой дивиденды, компании должны инвестировать в свое развитие сами, то есть в докапитализацию. Да, в будущем будет капитализация, компания растет Татнефть, вы еще и по косарю увидите. Я вам отвечаю. И по тысячу увидите. И выше тысячи в рамках текущего товарно-сырьевого цикла. Увидите. Но дивиденды, пора забыть о них. Все, это прошлое. Для российского рынка это прошлое, потому что царь сказал, бояре сделали. Татнефть это первая ласточка. Далее будет ласточка, то сургут нефтегаз и другие компании. Газпром потом, потом Лукойл и прочие компании. Роснефть и пятая и десятая. Все будут урезать дивиденды в будущем, запомните это. Соответственно, но капитализация этой компании будет расти. Там будут байбеки, озвучивать они. Какие-то там позитивные новости будут входить. Короче, найдут на чем-то акцию запампить. Они найдут. Менеджмент найдет всегда, запомните это. У нас рынок инсайдерский, поэтому он всегда растет заранее и падает, как правило, тоже заранее. Соответственно, вот даже если вас компания когда-то заинтересовала, всегда набирайте позицию лесенкой. Никогда не позволяйте себе сразу входить в бумагу, блин, на всю позицию. Максимум до 15%. И то эти 15%, вот я лично как делаю, вот, например, если я уверен, то что акции будут расти. Я эти 15% позиции покупаю лесенкой. Как? Вот, например, вы там, не знаю, Сергей Павлович, назовем вас так условно, все имена вымышленные, все совпадения совпадительные, скажем так. Вот вы там, Сергей Павлович, а вы такие смотрите. Ну, да, татка корректируется. Так, раз, два, три, четыре, пять. Ну, да, можно подбирать, например, здесь. Вот возьму-ка тут я, там, процента полтора от позиции из, там, 15%, условно говоря, спекулятивной части. А, она падает. Ну, так, вот поддержка у нас находится на боковике. Так, 530. Да, полторашку возьму здесь. У вас средняя цена уже снизилась. У вас была средняя цена 548, и средняя цена стала у вас 537. Ах, а, так, так, стоп, она, она еще упала. 515. Ну, ради бога. Беру полторашку. У вас средняя цена стала 520, 530. Вот, соответственно. Например, акция упала еще куда-то. Господа, это не ловля ножей, запомните, это не ловля ножей. Вы никогда не узнаете, где находится реальный минимум ценовой. Минимумы. Лаи не поймать, как и хаи не поймать рынка. Поэтому покупать надо всегда лесенкой. И на малую долю от выделенного капитала. Процент полтора. Берете лесенкой, 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 лесенкой. Вбабахиваете. Упала, например, Татнефть, условно говоря, упала на 480. Там, Сергей Павлович вошел, так, а, ну, упала. Ну, окей, ладно, куплю-ка я там. И у него средняя цена будет уже там 510 рублей. За акцию. Вот здесь вот, в этом диапазоне. Потом цена херак разворачивается. Ох, блин, она отскакивает. Ну, нормально-то. На 550 пришла, там, на скользящий средний, на сопротивление. Ой, слушайте, у меня тут 8% прибыли почти. Ну, я вам скажу следующее. Смотрите, другой есть нюанс. Если, повторяюсь, вы набираете среднесрочную позицию, повторяюсь, покупать надо лесенькой, на поддержках, на равную долю от капитала. Вот, еще раз, вылили сумму, у вас там, у суммы, говори, 15%, да, спекулятивная позиция, среднесрочная. Покупаете по проценту полтора при снижении. Еще раз, это не ловля ножей. Это самое адекватное действие на рынке. По-другому никак. Минимумы, даже волновики топовые угадать не могут. Техонари топовые не могут угадать. Минимумы, ценовые. Никто не может угадать. Даже я. Если, в кавычках, гуру рынка не могут этого угадать, там профессионалы, которые 20-30 лет уже на рынке, не могут угадать. Не думайте то, что вы можете угадать. Вы тем более не угадаете. Потому что рынок, это не хаотичное явление, это манипулируемое явление. Понимаете? Вот в чем суть. Если толпа, словом говоря, села там на 520 по Татнефти, маркетня посмотрит, ох, ёпаса-тэ, хомяки сели. Погнали вниз. Просто продажу устроит. Паник сейл. И торговые роботы вдобавок врубятся, да? И пшшшк. И падение будет. С дальнейшим откупом шартов, поиски, который мы видим здесь. Вот здесь, видите? Вот. Это уже откупление, откуп шартов. Сегодня, возможно, даже Татнефть закроется на уровне 517 рублей за акцию на этой поддержке. Вполне себе реально. Но, внимание, это для среднесрока. Покупать лесенка и ждать. Ждать, ждать, ждать. Эта стратегия окупается всегда. Всегда. Потому что на рынке зарабатывают именно, блин, терпилы. Терпилы. Не скальпера, а терпилы. Как бы это ни звучало там по-зоновскому, по-блатному, как бы это ни звучало прям ехидно так. Ну, это реально правда. Даже состояние, которое сделали именитый спекулянт, они, сука, терпилы то же самое. Они тоже бабки, они тоже лоси были по позициям. Они все равно вот по щелчку пальца сказали себе, вот надо дождаться там. Дождались все. И заработали. Вот так вот, господа. Это норма. Другой нюанс, если вы все-таки лютый спекулянт. Вот, вот как бы говоришь, да, то есть, в каждом почти видео я говорю одну важную, в каждом посте я пишу важную вещь. Если вы спекулянт, ставьте стопы. Всегда ставьте, блин, стопы. Стоп-лосс. Не умейте ставить стоп-лосс, смотрите мои обучающие люди, как это делать. Не понимайте мои обучающие люди, звоните брокером, узнавайте. Не можете брокер позвонить, вы там какие-нибудь стесняшки такие, знаете, такие хики-камори. Как японцы, которые там в комнатах по 20-30 лет сидят, одни такие, знаете, одиночки. Пишите на формы. Не хотите писать на формы в YouTube? Идите. Этого материала достаточно. Как ставить стоп-лосс через программы там, квики там, инвестиции, как его программы эти, мобильные. Все это можно легко увидеть при желании. Если у вас нет желания, вы так и не посуетитесь, вы не найдете, вы и не будете изучать. Надо нахрена мне это писать, что, мол, Михайлович там все позиции сел, блин, не знаю, что делать. Ну, это тоже суть. Это уже, это все, это патология головного мозга. Одно и то же. Говоришь каждому видео, блин, все равно мимо ушей. Надеюсь, что это меньшинство мне пишет, не большинство. Надеюсь, что большинство понимает, о чем я говорю. Но я на это очень сильно надеюсь. Соответственно, если берете спекулятивную часть на самый короткий, самый минимальный краткосрок, например, до одного месяца, условно говоря, да, две недели, один месяц, то торговать там со стопом хорошо и торговать не на дневном там графике, да, там не на недельном, а на четырехчасовом. Самое оптимальное. Там четырехчасовой, часовой. Вот, например, да, условно говоря, вот форс-мажорный сценарий даже пусть рынка будет. Вот, пришла на тех на поддержку, да, там, с пробитием полос Боллинжера на уровень 530. Вот, хорошо, вы взяли здесь, да, вот где-нибудь тут, не знаю, по 530, да, так, хоп, вошли в позицию, там, не знаю, там, сука, ну, 5% от капитала, спекулятивного. Вы там стопики поставили, куда-нибудь на 525 сюда, да, все, вы сидите ждете, ну, пойдет вниз, значит, пойдет вниз, пойдет вверх, ну, хорошо, будут двигаться стоп-лос по мере роста. Пошла акция вниз, пук, вас выбило. И в чем привилегии данной стратегии? В том, что вы не обласили свой капитал, спекулятивный, краткосрочный. Понимаете, в чем суть? Вы его не обласили. Он у вас все равно, вы и можете маневрировать. Да, у вас убыток 5 рублей, и что? 5% от капитала, это просто, фу, это пустяк. Даже если у вас там капитал, не знаю, 50 миллионов, там, 5% это у вас сколько там? 2,5 миллиона, ну, грубо говоря, условно говоря, пусть там около 100 тысяч убыток. Ну, это нормально. Ничего страшного. Это рынок. Вы же сюда пришли не под чем-то гнетом, вы сюда сами пришли на этот рынок. Как-то зарабатывать, да, как-то развиваться, там инвестировать, не знаю, что еще делать. Ваши ведь никто не заставлялся сюда приходить. Соответственно, вы в рынок пришли, берите эти риски на себя. И никого не надо уповать. Гуру в рынке нет, запомните это. Еще раз говорю, терпило, только зарабатывать на этом долбаном рынке. По крайней мере, в рамках текущей парадигмы. По-другому это никак. Вот, выбило по стопу, не вопрос. Пошла татка ниже, там, на 500, да, вот тут находится поддержка. Вот сюда вошли, стопик поставили, там на 5 рублей, 6 рублей ниже. Сидите, ждете. Все. Хоп, отскакивают, шарты закрывают. Вы такие, о, все верненько. И потом смотрите, ага, так, сопротивление, 500, 515 у нас будет, 517. Ну, значит, сюда цена вперед, можно стопик двигать по мере роста, стоп-лост двигать по мере роста. Делать надо это, в принципе, вручную. Либо трейлинг стоп автоматически пусть двигается как-нибудь. Это вы сами изучаете, как это делать, технически. Либо собственноручно двигать. Ну, там, удалить стоп и потом перенести выше стоп. Удалить стоп, перенести выше стоп. Вот в таком формате. Даже это, я бы сказал, полезнее будет, чтобы лишний раз булки не расслаблять на рынке. Все. Это краткосрочная спекулятивная стратегия. И так, в принципе, работает реально весь рынок. Так работает хедж фонд, так работают банки, так все работают. Другой парадигмы нету, по большому счету. Но я все равно, я всегда агитировал за средний срок. Потому что это гарантированно поможет заработать. Вот даже, к примеру, последняя моя сделка это Россети. Я вот торговал по той стратегии, которую я вам сейчас назвал. Универсальный краткосрок. Вот я, сейчас, я вот здесь ее подкупал, в этом диапазончике, да, вот в этом диапазончике. Ну, примерно отсюда. 1,43, грубо, до уровня 1,40. Моя средняя, где-то вот здесь находилась, вот здесь вот, примерно, да, она подросла, протестировала, пошла выше, все. То есть, я поставил стопик, да, ну, я не буду говорить, ну, просто я поставил, да, поставил стопик, по меру, я его двигал, все. Этого достаточно. Сделка удалась. Супер. Но, повторяюсь, окупается чаще всего именно средний срок. По-другому никак. Самое главное-то входить все-таки в позицию спекулятивную, там, среднесрочную спекулятивную, либо среднесрочную, то есть, короткосрочную спекулятивную, до 10, там, 15% от депозита. Все. Не более того. Я лично себе позволю только вот до этой суммы. Вот. Поэтому паниковать, в принципе, смысла нет. Главное, четко соблюдать данный вид стратегии. Ну, и второй нюанс, это то, что наш рынок, российский, полностью отстает от зарубежных аналогов, то есть, других развивающихся рынков. Соответственно, какое-либо политсобытие будет, там, не знаю, конференция США, ЕС, РФ и прочее, что-нибудь доброе такое, доброжелательное, они между собой обговорят, как следствие, рынок будет пампить именно наш, наши бумаги нефтегазовые. ТАТ, нефть, в том числе, она сильно упала. Это обычно, так сказать, парадигма рынка, это на обычной стороне рынка и не более того. Просто соблюдайте всегда именно определенный риск-менеджмент. Без него никак. Еще раз говорю, самое главное, не входить никогда выше 10-15% от капитала в одну позицию, в одну акцию. Потому что вы реально рискуете обласить капитал и у вас не будет просто дальше маневра, усреднения, а усредняться нормально. Если вам какие-то саны инвестгуру говорят, то что, ну, типа, я там работаю на рынке там 15 лет, усредняться не стоит, это так, это плохо. А что хорошо тогда? Что хорошо? Хорошо курсы впаривать платные, там, за 500 тысяч рублей. Это хорошо, как эти многие инвестгуру делают. Или как? Если вот вы рядовой трейдер, что вам хорошо тогда? Правильно, хорошо вам обезопасить свою задницу. Как это сделать? Да легко. Как я в этом видео сказал. Вот. Все просто, господа. Все гениальное просто. Это видео я записал еще раз. В принципе, подобный аналог видео, аналоги видео, блин, я их записывал, не знаю, раз, наверное, 10 уже. Вот на этом канале за последние пару лет. Вот. Еще я об этом писал раньше, там, с 17-го, в 18-м году еще, когда я тоже начал с этой публичной темой заниматься на форумах. В общем, господа, кто услышит, тот услышит. Кто не услышит, вот я вам серьезно говорю. Забирайте нахер деньги, уходите нахер с фондового рынка, уходите нахер с фьючерсного рынка, уходите нафиг вообще с валютного рынка, уходите с облигационного рынка, идите на вклады. Все. Только туда. Потому что другого варианта, в принципе, нету. А если все-таки здесь останетесь, соблюдайте всегда риск, менеджмент, по-другому, господа, никак. Если не соблюдаете риск менеджмент, если прям будете в бабахиваете дальше, там, по 40-50% от капитала, ну, сами поймете, к чему это приведет. Либо к областению капитала в синем, либо полной потере денег. Вот. Решайте сами. Надеюсь, вы меня услышали. Я лично надеюсь, что большинство наших читателей, подписчиков на наших всех медиаресурсах, это люди здравомыслящие. И я надеюсь, что так оно и есть. Жутко на это повторяюсь, надеюсь. И главное всегда в себе душите жабу. Жадность. Потому что жадность никогда еще до добра не доводила. Я знаю кучу примеров, кучу трейдеров, которые прогорели на жадности. И выплыли в основном те, кто спекулирует среднесрочно, кто спекулирует до 10-15% от капитала на одну позицию. Вот они выжили в этом рынке и заработали. Господа, да блин, я пример этого трейдера. Вот вам, я. Не дядя Вайс, там все Тимоти, там с 15, там с 20 этажа. А вот я, Михалыч. Вот. Лучшие стратеги среднесрочные. Помните это. Если вы повторяете краткосрочно спекулянт, стопы ставьте и всегда будьте наготове. У нас имеются медиаресурсы в каждом закрепленном сообщении под каждым видеороликом. В третьем пункте это телеграм-каналы. Каналы их 4 там, канала. В четвертом пункте это инстаграм-каналы. В пятом пункте это в канта-группа. Поэтому на все эти ресурсы подписывайтесь. В майские праздники там выйдет до хрена обучение. Материалы я всю эту неделю готовил их со своим коллегой по цеху. Вот. И соответственно там такая кладезь информации будет в ближайшие 4 дня. Просто можно, я не знаю, так потребить этот контент, чтобы потом в пользу для себя его эксплуатировать. Господа, бесплатно. Но решайте сами. Помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и грамотная стратегия наши главные союзники. Благодарю за внимание. До свидания.